Всем привет, друзья! С вами Глория Рай. Не забываем подписаться на канал, кто еще не подписан, а также досмотреть мой ролик до конца. Ирина Пинчук благодарит хейтеров за популярность в Инстаграм. Ира продолжает отдыхать вместе с супругами Литвиновыми. Девушка публикует провокационные кадры, чтобы как можно больше разозлить хейтеров, которые никак не могут принять ее дружбу с Татьяной Масульбес. И вот выяснилось, что такая неприязнь подписчиков выводит Пинчук в топ. Она уже благодарит всех критиков за невероятное количество просмотров в ее Инстаграм. Пользователи никак не могут принять дружбу Иры Пинчук с Таней Масульбес. Девушку постоянно упрекают, что она мешает семейным отношениям, а Таня якобы пиарится за ее счет вместе с мужем, чего наимная Пинчук не хочет замечать. Но судя по новому ролику Иры, от этой дружбы выигрывает больше всех она, причем в финансовом плане. Ира поблагодарила всех, кто пишет ей негативные комментарии за дружбы с Таней. Благодаря им у нее 35 миллионов просмотров, так что общение с экс-участниками сказывается на ней весьма положительно. Пользователи поддержали Пинчук, пожелав и дальше извлекать пользу из негативных комментов. Некоторые все-таки попросили Ирину оставлять супругов Литвиновых хоть изредка наедине, но по этому поводу Ира уже объяснялась, дав понять, что в отпуск вместе с ней напросились именно они, а не она с ними. Когда ей разрешили покинуть ненадолго проект, чтобы немного отдохнуть, она выбрала Доминикану, после чего Таня и Витя предложили, что им тоже не помешает позагорать. А вот объяснять, что будет с Валерием Блюменкранцем, Ира не торопится. Девушка лишь заявила, что у нее прошли все чувства после того, как он второй раз сделал ей больно. Алексей Безос сообщил о том, что они с Миленой опасны для общества. Безос признал свое и Милена поведение неадекватным. Не дай бог, чтобы кто-то следовал нашему примеру. Если такие уже есть, то мы действительно опасны для общества. Давая дурные примеры, здравый человек будет открещиваться от них. Но даже для сильных людей долгое навязывание по телеканалу закончится победой электронного ящика. Неосознанно люди копируют поведение, образ, претензии, стили общения. Очень опасно повторять за сумасшедшим. За человеком, у которого ценности перевернуты, пишет участник. Но это было в прошлом, заверил Безос. Теперь они с Миленой будут распространять добро. Ну что ж, посмотрим. Операция Маргариты Ларченко прошла успешно. Давненько на реалити-шоу Дом-2 участницы ничего себе не отрезали и не пришивали. После нескольких неудачных пластических операций у многих пропало желание ложиться под нож пластического хирурга. Хотя Майя Донцова и Марина Африкантова продолжают мечтать о том, что в будущем станут пышно грудными красавицами. А вот Ларченко решила рискнуть. По словам Маргариты, ее мечта сбылась. Все прошло хорошо. И в скором времени она расскажет все подробности. В данной ситуации следует вывод. После пластики бюста как минимум год нельзя беременеть. А значит, еще одного проектного ребенка у Ябарова пока не появится. Зрители считают, что Алена Савкина сойдет с ума от зависти. Появившись на проекте, Алена мечтала воспользоваться всеми благами жизни под камерами. Девушка не скрывала желание сделать грудь и исправить форму носа. Впрочем, жизнь внесла свои коррективы в планы Алены, забеременевшей от Ильи Ябарова, а в конечном итоге оставшейся одной с ребенком на руках. Маргарита Ларченко в этом вопросе оказалась куда дальновиднее. Девушка не спешит обзаводиться детьми, хоть и не против выйти замуж за саратовского шансонье. Более того, блондинка неплохо распоряжается финансами избранника, умудряясь закрывать свои кредиты за его счет. Поэтому Савкиной остается пока только завидовать более успешной Фасии Ябарова. Свадьба Романа Капаклы и Марина Африкантовая может не состояться. Вот уже полгода, как Рома и Марина ведут разговоры по поводу торжества. К слову, предложение руки и сердца блондинка получила буквально накануне финала конкурса «Человек года». Но торжественная роспись, по крайней мере, так уверяют сами влюбленные, состоится лишь в июле. Парочка отправится в ЗАГС 7 июля 2019 года. Фолловеры сильно сомневаются в том, что участники Дома-2 действительно поженятся. И на то есть сразу две причины. Так, о свадьбе до сих пор не знает мать невесты Татьяна Владимировна Африкантова. Более того, женщина категорически против любых торжеств в этот день, ведь до 12 июля планирует соблюдать пост. Кроме того, поклонники уже выяснили, 7 июля в этом году приходится на воскресенье, а значит, ЗАГС в этот день не будет работать. Сами будущие супруги пока никак не комментируют подобные промахи в выборе даты, предоставляя окружающим право строить свои предположения. Роман Капаклы довел Марину Африкантову до слез. В эфире 24 февраля нам предстоит увидеть, как Рома сказал, что у Марины шапка, как у старой бабки. Девушка этого не выдержала. Недавние эфиры стали последней каплей для тех, кто недолюбливает Ольгу Рапунцель. Причем на этот раз досталась не только Ольге, но и Дмитрию Дмитренко. Зрители призывают парочку одуматься, грозя написать коллективное письмо, в компетентные органы и лишить родительских прав. Несмотря на то, что маленькая Василиса ни в чем не нуждается и живет явно не на улице, ее нахождение под камерами многие сравнивают с проживанием в семье алкоголиков. Фолловеры обратили внимание на то, как Оля и Дима постоянно скандалят прямо при ребенке, матерятся, а иногда даже дерутся и при этом мешают малышке спать. Кроме того, воспитанием девочки в отсутствии Татьяны Владимировны Григорьевской никто не занимается, а все, что интересует нерадивых родителей, так это и игра на камеру. Дима Дмитренко тайно продолжает общаться с бывшей участницей Ольгой Сударкиной. Пока Рапунцель и Дима пытаются убедить широкую общественность в том, что у них в отношениях серьезные проблемы, и преодолеть они их смогут только после срочной дележки имущества и общения с психологом, Ольга Сударкина подливает масло в огонь. Может, она действительно в сговоре с парочкой, ведь утверждает, что Дмитренко тайно продолжает общаться с ней по сей день. Сударкина продолжает утверждать, что Дима с ней переписывается. Как думаете, Ольга просто хайпует за счет Рапунцелей или работает на перспективу? Если она не собирается возвращаться на телестройку, а своих подписчиков Сударкина уверяет именно в этом, то какой смысл продолжать поливать грязью примерного семьянина, тем более, что ей все равно никто не верит? Поделитесь своим мнением в комментариях. Илья Ябаров готовит сына жить по понятиям. Мой сын Оле спит, папа охраняет и на ушко поет шансон. Пусть привыкает слушать песни по понятиям с детства, сообщил участник Дома-2. Руководство Дома-2 вскоре избавится от Иосифа Аганисяна и Саши Черно из-за слишком больших аппетитов парочки. Дело в том, что проектные супруги предали продюсерам повысим месячный оклад до 500 тысяч рублей. Иосиф Аганисян и Саши Черно, возможно, находятся на телестройке последний месяц, так как руководство уже всерьез задумалось над тем, чтобы от них избавиться. Причиной стали слишком большие аппетиты молодых людей, которые проявляются не только в поедании всех запасов с кухни, но и требовании еще больших денег. Черно и Аганисян вдруг решили, что статус проектных супругов автоматически увеличил их значимость на проекте, а значит, они достойны большего месячного заграждения за свое появление на экранах и поднятие рейтингов реалити-шоу. Продюсерам такая наглость не понравилась, ведь пара в последнее время явно демонстрирует лень и нежелание хоть как-нибудь участвовать в жизни Дома-2. Не исключено, что дальнейшая пассивность и большие аппетиты Черно и Аганисяна буквально вынудят руководство распрощаться с участниками. Зрители предлагают девушке взяться за ум и сдвинуться с места хотя бы в плане похудения, чтобы задержаться около привычной ей кормушки. Всем спасибо за просмотр! Рекомендую посмотреть предыдущие интересные ролики. Кликайте прямо сейчас, а также подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте ваши комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok